Затем следующее, что любовь не помнит зла. Любовь не помнит все зло, которое было сделано мне. Очень легко запомнить, как вас обидели. И помнить это. Даже когда вы прощаете, вы все равно еще помните. И Агапа говорит, что мы прощаем и забываем то, что было сделано злое. Это очень высокое требование. По нашей естественной природе мы никогда этого не сможем сделать. Можем пытаться, но все это приведет к неудачам. Это сила Божия, которая действует через нас и изменяет нас в Его образ. Это работа Духа Святого. Когда мы отдаем себя, смиряем себя, когда мы каемся. Процесс, через который Бог нас проводит и Он нас изменяет. Вы все знаете отрывок из Галатам пятой главы о плодах Духа. Плод Духа – это любовь, радость, мир, терпение. В греческом языке, в контексте, на самом деле говорится так, что плод Духа – это любовь. И из любви выходят радость, мир, терпение, благость, верность, благость и самоконтроль, воздержание. Но плод Духа – это любовь. Я всегда думал именно так, как меня научили вначале, сначала. Так как похоже на плод на деревьях. Он развивается, и на это надо много-много-много лет. Может быть, когда я буду христианином 50 лет, я буду таким. Я не думаю, что это так. И я хотел бы рассказать историю вам. Все наши истории очень разные. Бог по-разному спас нас. Я спал, я лежал на своей кровати ночью. Это было 11 часов ночи. Я был окружен проблемами моей жизни. Мне было примерно 21 год. Я думал, что у меня рак. Была возможность, что меня отправят во Вьетнамскую войну. Я еще учился в университете. У меня еще была девушка, которая хотела выйти за меня замуж. Которая хотела, чтобы я женился на ней. И страх перед раком доминировал в моей жизни. И другие были еще, не наросты, а эти образования под кожей. И я думал, что я умру. Поэтому я был очень боязлив. И я не мог жениться на этой девушке, потому что как можно жениться, если ты скоро умрешь? Я не ходил к доктору, чтобы узнать, что это, потому что я очень боялся. И я лежал на кровати в 11 часов ночи. Я посмотрел в потолок. И все, что я сказал. И я сказал, Бог, если ты есть, то я нуждаюсь в тебе. Все, что я сказал. И сила Божия сошла на меня. Все ангелы со всего мира пришли в мою спальню. Я был омыт, и омыт, и омыт снова с силой Духа Святого. Я чувствовал, как будто вот эта белоснежная рубашка стала черной от грязи. И она была настолько отстиранная, выбелена, что стала идеально белой. Вот что Бог сделал со мной. За минуты. Он очистил мои мысли. Он очистил мое сердце. Я даже не мог никакого плохого слова вспомнить. И сразу же я был наполнен любовью, радостью и миром. Сразу. Эта любовь, которая проистекала, она была переполнена. Такая радость появилась внутри меня. И также такой большой мир, что невозможно описать его. Это была мгновенная работа Духа. Я знаю, что каждая история, истории всех нас отличаются друг от друга. И теперь у меня трудности возникают с Агапой, как и у вас. Иногда я свой мир теряю. Но плод Духа, Любовь, это не то, на что надо 40 лет. Это работа Духа. И когда мы будем молиться завтра, мы будем молиться о том, чтобы Дух Любви втек через наше сердце. Не просто духовные дары. Не просто, чтобы я пророчествовал. Чтобы я был наполнен любовью. Агапой. Потому что притча о неверном слуге. Иисус рассказал историю. Иисус рассказывает очень сильные истории. Если мир успешен в жадности, то тогда мы должны быть лучше, чем они в любви. Мы должны быть великими в любви. Потому что система царства, все вращается вокруг любви. Я изменю тему, но все равно в конце будет тема любви. Откройте Матфея 24 главу. Это один из самых моих любимых отрывков Библии. Где говорится о последнем времени. Где говорится о признаках Его пришествия во второй раз. Я хотела бы поговорить об этом немного. Прочтем из 24 главы. С 3 по 14 стихи. Когда же сидел Он на горе Ильянской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили. Скажи нам, когда это будет? И какой признак Твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ. Берегитесь, чтобы кто не прелестил Вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить. Я Христос. И многих прелестят. Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь. Ибо надлежит всему этому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство. И будут глады моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать Вас на мучения и убивать Вас. И Вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие. И друг друга будут предавать. И возненавият друг друга. И многие лжепророки восстанут. И прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедана будет все Евангелие Царствия по всей Вселенной. Во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. И также шестнадцатая глава Матфея. Первые три стиха. И приступили фарисеи и саддукеи. Искушая его, просили показать им знамения с неба. Он же сказал им в ответ. Вечером, Вы говорите, будет ведра, потому что небо красно. И поутру. Сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры. Различать лице неба Вы умеете. О знамении времен не можете. Есть такое выражение в украинском? Красное небо вечером. Сейлэш дилайт. Аналогичка в языке. Вечером красное небо, а утром радость морякам. Вен. Красное небо утром. То рыбаки должны, мореплаватели должны остерегаться. И Иисус говорит фарисеям, чтобы они знали знамения времен. И в контексте Матфея, Он пытается показать, вот Мессия здесь. И Вы и Я знаем те знамения, в которых мы живем. Те знамения времени, в которых мы живем. В 24 главе говорится о знамениях, перед тем, как Он придет. Вы изучали эту тему раньше? Было такое? Не сильно? В 4 стихе сказано, будьте осторожны, чтобы никто вас не прельстил. Эти знамения будут происходить, и они будут указывать на Его скорый приход. Будет очень много обольщения в последние дни. Мы должны знать Слово Бога. Нельзя, чтобы какой-то пророк приходил и говорил, что ему угодно. Мы должны знать Писание. И мы будем соглашаться со Словом Бога. И как Дон говорит, чтобы Слово и Дух соединились вместе. Есть много лжемессий. Даже в наше время. И Господь не хочет, чтобы мы были обмануты. В 6 стихе говорится, что вы услышите о войнах и о военных слухах. И слух о войне, это можно сказать, как холодная война. Как в какое-то время между Советским Союзом и США была холодная война. И это время ушло. Но также сейчас существует угроза войны с тем, что делает Иран. И угрожает уничтожить Израиль. В 7 стихе говорится, что народ восстанет на народ и царство на царство. И слово «народ» здесь в греческом «этнос». И означает «этнические группы». И вы знаете, что происходит за последние 20-30 лет? Что народы разделились. Они разделились из-за этнических линий. В одном народе одна этническая группа начнет бороться против другой этнической группы из-за каких-то отличий. Сейчас происходит больше войн. И большинство из этих войн – это гражданские войны. Особенно в Африке. Одно племя против другого племени. Даже при разрушении Советского Союза и Восточной Европы. Эти народы были созданы в зависимости от этнических границ. И мы можем увидеть много из этого сейчас. И также сказано, что будут голод, глады, язвы, моры и землетрясения. Глады, моры, землетрясения. Очень многое можно сказать по поводу этих трех вещей. И знаете ли вы, что почти каждую неделю мы можем узнать о новом землетрясении? В 20 веке количество землетрясений увеличилось. И теперь у нас есть приборы, с помощью которых мы можем вычислить силу землетрясения. И также можем вычислить, сколько землетрясений будет на каждое десятилетие. И за последние сто лет, если мы проследим количество землетрясений на каждую декаду, то эта линия будет идти вот таким образом. В каждой декаде количество землетрясений увеличилось в два-три раза. И в 12 веке Евреям есть отрывок, когда Бог говорит, что я потрясу все народы. И Бог сейчас трясет все народы. Земля трясется. Народы трясутся. Экономика трясется. Много сотрясения происходит сейчас. Разве вы не знаете этого? Даже с даты 11 сентября в Штатах. Все сотрясается даже намного быстрее, намного больше. И также угроза войн, угроза терроризма очень сильно увеличилась. Также увеличение гладов. Конечно, всегда были глады. Но сейчас, в данное время, большая часть мира умирает от голода. И я только недавно узнал, что за этот год количество пшениц и зерен, которое было собрано, занимает самый низкий уровень за все годы. Погода меняется. И там, где выращивали пшеницу, теперь там происходят засухи. Австралия занимает первое место по производству пшеницы в мире. И у них было так много засухи, так все засохло, что у них даже все упало, производство пшеницы. И большая часть пшеницы, которую выращивают в Австралии, в Африке, обеспечивается... В Америке и Австралии обеспечивают этой пшеницей, холодающей в Африке. Также он говорит, что увеличится количество моров, болезней. И только подумайте о спиде. Сейчас в Англии, что происходит, там как бы три вида болезней, три вида мора только на коров. Птичий грипп. Слышали о таком? И также очень много страха по поводу птичьего гриппа. Из Китая, Таиланда, Вьетнама. Который может передвинуться на запад. И может заразить людей. Всегда все эти вещи были с человечеством в какой-то форме. И в 8 стихе говорится, что это начало болезней. Сколько здесь есть матерей? Вы знаете, что такое боли рождения? Боли нарастают, нарастают, становятся более трудными. И все ближе до тех пор, пока родится ребенок. И Иисус говорит, что всегда были эти знамения. Но до Его пришествия, прежде чем установится Его царство на земле, будет рождение. Будет рождение Его царства через великие боли. И это боли рождения, которые потрясают народы, землетрясения, глады, моры. И вот, каким образом мы узнаем, что Он близко. И в контексте этого в Матфея 25 глава. Я начну с 24 главы, 30 стиха. Что мы должны делать, прежде чем Иисус возвратится? И здесь Иисус говорит притчи, которые говорят о Его возвращении. Первая притча – притча о смоковнице. Вы учили эту притчу ранее, да? Да? Было? Вы знаете эту притчу о смоковнице в связи с Израилем, не так ли? Потому что в Танахе Израиль назван смоковницей. И здесь имеется в виду, что когда смоковница оживет, как и любое дерево, она укажет на сезон. Когда ландыши поднимаются весной, вы знаете, что весна. Исходя из цветов и тех деревьев, которые зацветают, растут, вы можете определить сезон. И Иисус говорит, что эта смоковница, когда она зацветет, она укажет на сезон, который наступает. И если Иисус говорит здесь об Израиле, И Он имеет в виду, что когда эта смоковница оживет, когда Израиль снова станет нацией, то это признак того, что приближается мой второй приход. Мы знаем, что сионистское движение началось примерно 100 лет назад. И за один народ, за один день образовался народ в 48-м году. И Израиль должен быть знамением номер один для всего мира, знамением того, что Бог есть Бог. Но только один Бог Авраама и Сакаякова, это тот, именно тот Бог. Как вы это узнаете? Когда вы посмотрите на Израиль, посмотрите на еврейский народ. Поэтому Иисус дал эту притчу сразу же в этой 24-й главе, чтобы показать, вот это знамение для всего мира, чтобы проснуться, потому что скоро Я приду. И затем, за притчей о смоковнице, Он говорит о днях Ноя. И Он говорит, что будет как во дни Ноя, так будет во дни Сына Человеческого. Так же, как и перед потопом. Каждый веселился, развлекался, женились, переженились. Но когда Ноя закрыл, Бог закрыл дверь, ковчега, тогда было слишком поздно. И когда пошел дождь, то было уже слишком поздно. Это должно ободрить нас, чтобы мы могли понести Евангелие другим народам. Затем, в 45-м стихе, еще одна притча о мудром и верном слуге. Он говорит, кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими? Блажен тот раб, которого Господин его пришедет, найдет поступающим так. И прямо перед его приходом, когда мы видим эти знамения, он говорит нам, занимайтесь делами моего царства. И это похоже на притчу о работниках виноградника. Когда некоторые не работали до пяти часов вечера. Это все равно. Так как работа есть для каждого. И когда Иисус возвратится, мы не развлекаемся, но мы принадлежим царству. Затем, в 25-м главе, притча о десяти девах. Первые 13 стихов. Тогда подобно будет царство небесное десяти девам, которые, взявшись светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявшись светильники свои, не взяли с собой масло. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. Мудрые отвечали, чтобы не случилась недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше продающим и купите себе. Когда же пошли не покупать, пришел жених и готовые вошли с ним на брачный пир и двери затворились. После приходят и прочие. Девы и говорят, Господи, Господи, отвори нам. Он же сказал им в ответ, истинно говорю вам, не знаю вас. И так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в которые придет Сын Человеческий. Все притчи о последнем времени, которые рассказывает Иисус, указывают на то, чтобы мы были бодрствующими, и были готовы. И для христиан, это неподходящее время для сна. Это время для того, чтобы учиться в библейском колледже. Это самое лучшее место, где вы можете быть. Это так, потому что в ваших лампах есть масло. Вы готовы. Если он придет завтра, он увидит вас в библейском колледже. И он увидит, что вы заняты делом царства. Но также эта притча говорит, когда царь ушел, и он замедлил. Это применение такое для нашей жизни. Мы думаем, Бог что-то будет делать. И мы думаем, что Он будет это делать завтра. И в большинстве случаев в христианской жизни бывает так, что мы думаем, что Бог медлит, задерживается. Не уставайте. Не разочаровывайтесь. Вы, может, думаете, что Он будет это делать завтра. А может, Он задержится. Как я сказал раньше, что христианская жизнь это не спринтерский бег. Это марафон. Имеет значение не то, как вы начинаете. Вы начали хорошо. Вы рождены свыше. Вы идете, ходите в библийскую школу. А если я приеду через 30 лет, где вы будете? Вот в чем вопрос. Через 30 лет будете ли вы так же служить Богу? Будет ли масло в ваших светильниках? Будете ли вы любить Бога? Не разочаровывайтесь. И все притчи указывают вам на это. Не разочаровывайтесь. Он покажет вам, как будет расти царство. И царство увеличивается, как закваска. Когда вы добавляете дрожжи в тесто, то постепенно начинает пронизывать весь хлеб. Поэтому не разочаровывайтесь, если что-то происходит медленно. И в шестом стихе говорится, но в полночь раздался крик, и вот внезапно идет жених. И поэтому мы должны быть готовыми. И все притчи говорят об этом. Пока хозяина нет, пока жениха нет, мы должны работать и быть готовыми. И, как я сказала вам, что я все еще говорю о любви. Хочу вас удивить двумя стихами. Евреям, 10 глава. Евреям, 10. Все евреи, открывайте 10 главу. И читаем тем, которые не евреи. 24-25 стихи. Будем внимательны друг к другу, поощряя их к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычаев, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривая и приближение Дня Онного. Давайте возбуждать любовь, поощрять друг друга. Аллилуйя. Не прекращайте встречаться друг с другом. Не бросайте все, и не злитесь на церковь, и говорите, не говорите, все, не буду туда ходить больше. И, как в моей Библии говорится, и тем более, чем вы видите, что приближается этот день. Особенно, особенно, когда вы видите приближение последнего времени. Это становится более важным сейчас, чем было вчера. Мы читаем у христианок, которые жили сотни лет назад, и они должны были любить друг друга. Но особенно это актуально в наше время. Более важно, чем когда-либо поощрять к любви и добрым делам. Когда вы видите приближение этого дня, как мы можем узнать, что день приближается? Знамение времени. Более рождения. Каждый раз, когда вы услышите взрывотрясение, то вы должны любить больше. Это стимул, это поощрение к тому, чтобы любить друг друга больше. Всегда важно любить, но тем более важно в это время. И очень часто Иисус говорит «Проснитесь». Церковь должна проснуться. Она должна проснуться и любить друг друга. Не просто проснуться и пророчествовать. Не просто проснуться и исцелять больных. А здесь говорится «Проснитесь и поощряйте друг друга к любви и добрым делам». Не знаю, как в Украине, но в Англии очень многие христиане наполнены болью. У них боль, полученная от церкви, боль, нанесенная пасторами. Они обижены на христиан. И они решают просто остановиться и не ходить в церковь. Они говорят «Я христианин, мне не надо ходить в церковь». Да, посмотрю себе христианский канал, послушаю кассету, посмотрю видео. Этого мы не должны делать. Мы должны вместе встречаться. Даже не просто воскресное утро. Тело Христово должно сотрудничать вместе. Голова, плечи, руки, ноги. Все вместе для того, чтобы поощрять к любви и к добрым делам. Каждый в церкви должен чем-либо заниматься. Если у вас нет ничего, что бы вы делали, и вы ничего не делаете, то спрашивайте лидеров, что можно делать. Служите детям. Раздавайте буклеты. Станьте частью какой-то команды. Поскольку мы должны поощрять к любви и к добрым делам. Особенно, когда мы видим, что приближается этот день. Еще один стих. Первая Петра, четвертая глава, седьмой-восьмой стихи. Первая Петра, четыре, семь-восемь. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего, имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. В седьмом стихе. Близок всему конец. Поэтому будьте серьезны в своих молитвах. Это не означает, что вы несчастливы или у вас нет радости. Но это означает, что вы сфокусированы на Господе. И затем в восьмом стихе. Но более всего, прежде всего. Да. Говорится, прежде всего, выше всего. Повторите со мной вместе. Выше всего. Выше всего. Выше всего. 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 Самое важное. Самое важное, чем что-то другое. Особенно, когда видите приближение этого дня, конец всего Когда вы видите землетрясение, глады моры, боли рождения И в этом стихе говорится, прежде всего, имейте И в греческом языке усердное, значит растянутое Время прекратить обижаться Пришло время прощать друг друга Время преодолеть все проблемы в вашей жизни И любить друг друга Прежде всего, выше всего В вашей семье Между братьями и сестрами Ваших врагов Погибающих Пусть у вас будет растянутая любовь Друг ко другу Аллилуйя Если неверный слуга достиг успеха в жадности Он просто превосходно обеспечил себя Дал им взятку, чтобы они потом его приняли в своих домах Я думаю, что если мы любим Любим намного лучше, чем то, в чем он был хорош То тогда на небесах будет приготовлено место для нас И когда мы дойдем туда, у нас будет готовое место Поскольку мы любим Это понятно?